Добрый вечер. Два года здесь работы в Намангане. Вершина нашей работы, результат нашей работы, сплоченный с клубом, с командой в целом, с поддержкой нашего уважаемого хакима, мы дошли до нашей вершины. Это было в Чидде 22 февраля. Это колоссальный труд. Новбахор реанимировался, Новбахор стал командой, которая хочет завоевывать трофеи. Новбахор стал в элите азиатского футбола. Это дорогого стоит. В первую очередь, конечно, благодаря хакиму области, Шавказ Шакиржанович создает максимальный условий. Конечно, огромная работа клуба в лице Самадова Атабека. Огромная работа всего тренерского состава, ребят, которые были здесь за два предыдущих года. Но сегодня начинается новое восхождение. Сегодня вы видели новый Новбахор, который также хочет завоевывать медали, быть в элите азиатского футбола, представлять наманганский футбол на международной арене, представлять узбекский футбол со своим стилем, со своей философией. По игре хочу сказать, что с первой до последней секунды мы контролировали ход матча. Игра в целом, в целом игрой, качеством я доволен, за исключением, конечно, в завершающей стадии. И в первом тайме мы должны были уже заблаговременно забив, используя те моменты, которые мы создали, либо во втором тайме и спокойно доводить игру до логического конца. Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. Сегодня они максимум хотели показать, что же такое Новобахор-2024 перед своими болельщиками. Я думаю, в целом удалось. Что касается соперников, то и им, конечно, респект, в первую очередь, насколько я знаю, это частный клуб. Респект тем людям, тем акционерам, которые взяли на себя бремя, финансируют футбол. Это дорогого стоит. Тем более, что сейчас есть тенденция, чтобы больше частного бизнеса было в футболе и чтобы облегчить бремя финансирования клубов. Поэтому клубу «Динамо» тоже респект. Они тоже старались, они тоже молодцы. Всех с праздником. Спасибо. Продолжение следует... Которые были возложены на Хак Назари, он выполнил и свою работу выполнил добросовестно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хамрабеков, Юлдузумас, Алдыл Хлабрабеков, национальный милитерный джамон, лидеры. А со всего часа Шунчун, Юрдан Берято. Конечно, для Хамрабекова тоже это новое. В чем? Он теперь играет в команде, у которой есть много болельщиков. В команде, за которую переживает 3 миллиона населения на Манганской области. И вот этот ажиотаж, вот этот адреналин, который он испытывает в игре, я думаю, придаст ему новый толчок в его карьере. А если совсем откровенно, то я думаю, наверное, мечта любого тренера, чтобы иметь в своем составе такого уровня футболиста. Я давно этого хотел. С Адылом у нас давняя история. Не получилось у нас в олимпийской сборной, там по ряду причин я не смог его привлечь. Но благо сегодня, как говорится, мечты сбываются. И моя мечта в том числе была вместе поработать. И Адыл сегодня счастлив, я думал, на Махоре. Добрый вечер, спасибо за игру. Поздравляю вас, команда, руководство, всех болельщиков. Мы сегодня видели первую игру. На мой взгляд, Динамо, они вышли с про-лиги. Только вот начали игру. Думаю, не так уж и сильная команда, но они уже показывают, что они способны. Но так как-то не было. Первая половина второго этапа, чуть-чуть ребята потеряли. И будем ли мы видеть этот второй вопрос? Дуэль, братья Грузии, нападение. Это податься и не гибаться. Спасибо за это. В первой части вопроса, да, мы выпустили быструю атаку, потом они перешли в позиционную. Но там, честно говоря, череда ошибок. Я думаю, что в первую очередь вот этот пропущенный гол, и сказался где-то, нервозность появилась, и мы уже начали осторожничать. Счет 2-0, создаем еще ряд моментов, чтобы увеличить разницу. Ну, вот этот гол, естественно. Но по поводу новичка и дебютанта, я хочу сказать, что там собраны достаточно квалифицированные футболисты. Что они показали в быстрых атаках, эта команда еще скажет о себе. Там достаточно хорошие уровни футболисты. По поводу тандема, в разных вариантах вы увидите в этом году на Бахор. Главное, чтобы кто бы не выходил на поле, приносил пользу. Я считаю, вот это главное. А по поводу, как формируется состав, это в тренировочном процессе, в предигровом микроцикле формируется состав. Поэтому не исключен и такой вариант. Продолжение следует... Что мы делаем? В этом случае мы делаем шашлык, а если мы пытаемся это выражать, вы можете сказать, что это? Мы делаем шашлык. Что это было? Нет, у нас нет шашлыка. Я делаю шашлык, что мы делаем шашлык. Это не шашлык, Ура, да? Что это происходит? где-то переживали они, где-то волнение. Это волнение с чем связано? Во-первых, они только третью игру вместе играют. Третью игру вместе играют. У нас целая группа влилась. Потом, естественно, открытие перед нашими болельщиками, открытие сезона. Вот, я думаю, это два фактора. Но в целом, все равно, я думаю, что мы контролировали, за исключением момента с голом, с первой до последнего контролировали ход матча. Спасибо за субтитры. Качество исполнительное – это, ну, как говорится, один из главных факторов. А то, что у нас в нашей философии – это активная работа в атаке наших фланговых игроков обороны, это было. И мы и в прошлом году, если вы помните, и Голбан у нас играл, забивал фланговый игрок, появлялся в атаке. И хорошие были ассисты с фланга, и Брагим, и Удашев тоже ассистировал. Ну, это наша философия, но я думаю, что качество футболистов, у нас немного пришло футболистов, мы пришли качественные. Поэтому, я думаю, где-то исполнение должно выйти на более, ну, как говорится, результативный уровень, чтобы мы использовали это преимущество, которое мы имеем в атаке.